В эфире Углегорские новости. Здравствуйте! В студии Екатерина Петрова. Я и мои коллеги готовы подвести итоги этой недели. Вначале о главных темах выпуска. Осложнение ситуации с коронавирусом, как обстоят дела в Углегорском районе. Девочки в масках, но не надевают. Экологическая катастрофа. Затем, что происходит на Камчатке, следит весь мир. Обсудим тему с экспертами. Еще не сдали. Уже нужно восстанавливать. Какой будет история первой теплой остановки на Сахалине? Реагирует, собственно, на движение и включается система обогрева. Ситуация с количеством заболевших коронавирусом в Углегорском районе остается стабильной. При этом в 60 российских регионах рост новых случаев заболевания. Это данный Роспотребнадзора в Сахалинской области. Более 6 тысяч случаев ковида. Лечение проходит свыше 1 700 человек. Более 4 200 пациентов уже выписаны. Что ждать в ближайшее время, расскажет Алина Голоскок. Одна из главных новостей этой недели. Школьники Углегорского района уходят на осенние каникулы, раньше положенного. Отдыхать будут с 12 по 18 октября. Это рекомендация областных властей для снижения рисков распространения коронавируса. На местном уровне идею поддержали. И дело не в ковиде или сезонном всплеске острых респираторных заболеваний. Что касаемо остро-респираторных заболеваний, на сегодняшний день такого выраженного подъема нет. В поликлиниках сейчас приемы довольно-таки обширные, но еще пока не настолько. По школам общая картина, скажем так, не удручающая, как бывали случаи. Но тем не менее заболеваемость есть, особенно в некоторых. Главная опасность, уверяют в муниципалитете, низкие цифры по прививочной кампании, особенно среди детей. Надо разъяснительную работу проводить. Родители сами, в принципе, создают эту ситуацию. То есть они на нее влияют, там, своими отказываниями. Потенциально их ребенок там может заразить. Еще одна проблема – соблюдение мер безопасности. По статистике, примерно 80% тех, кто заразился ковидом, признали, что не носили маски в общественных местах. Как показывает анализ, основными причинами являются несоблюдение социальной дистанции и нарушение масочного режима. Поэтому хочется в настоящее время напомнить жителям Углегорского района о том, что когда отправляются в магазины, либо в общественном транспорте находятся, либо иное какое-то место социально-бытового обслуживания, обязательно наденьте маску. Администрация совместно с полицией уже проводит рейды. Магазины, транспорт, предприятия проверяют всех, кто без масок, пока предупреждают. И напоминают, мы продолжаем жить в условиях пандемии. Соблюдение всех мер безопасности – необходимость. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости. Первая на Сахалине теплая автобусная остановка появилась в Углегорске. Жители района уже протестировали ее. Кто-то пользуется по назначению, кто-то буквально проверяет павильон на прочность. А вот как узнавала Алина Голоскок? Это первая теплая остановка, которая появилась на Сахалине. Ее установили в городе Углегорске на улице Приморской. Устроена она очень просто. Здесь есть вот такие датчики движения, которые реагируют. Собственно, движение ИВ, они включают систему обогрева. Она установлена вот наверху, и здесь уже довольно жарко. Еще недавно на этом месте была стандартная остановка из листов профнастила. Весной и осенью ее заливал дождь, зимой терзал порывистый ветер. Но самое неприятное, говорят местные жители, свою лепту вносили земляки. Тут было запахи непристойные, окурки и вообще страх. В новой остановке другая история, и даже появился свой охранник. Анатолий Глотов живет рядом и, по его словам, следит за порядком. Давно используют практику теплых остановок и в других регионах суровым климатом. Например, в республике Саха. Край вечной мерзлоты. Зимой столбик термометра опускается ниже 50 градусов по Цельсию. У нас с 2014 года теплые остановки стали строить. Они строятся на основе муниципально-частного партнерства. То есть наполовину это остановка для пассажиров, а наполовину это всегда какая-то организация. Оборудование неплохо. То есть там есть крупные мониторы, где можно слеживать автобус, сидячие места, розетки для подзарядки телефонов, кнопка вызова полиции. Поначалу было, что ломали, но постепенно люди стали привыкать. И сейчас по городу у нас где-то больше 20 остановок. В Углегорском районе теплую остановку установили за счет инициативного бюджета. К казне павильон обошелся почти в полтора миллиона рублей. Решение об установке данного остановочного павильона именно возле второй школы в микрорайоне порта было принято потому, что мы позаботились о тех учениках, которые у нас учатся во второй школе. учатся в порту. Большинство проживают в центральной части нашего города. Пока обогрев павильона работает в тестовом режиме ночью. Причина – погодные условия. При стабильной минусовой температуре обогрев будет постоянным. Но школьники уже рады новой остановке. Тут можно вечером даже посидеть, когда холодно. Награвится все. Тепло в этой остановке. Сейчас зима будет, как бы будет тепло. Более народу много везет отсюда. А пока жители не только греются, но и обсуждают уже появившиеся поломки. Кто-то снял дверной доводчик. В администрации округа об этом знают и гарантируют до 12 октября все исправить. Главное, чтобы это было один раз, а не регулярно. Алина Голоскок, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Ну и после подготовки сюжета мы узнали, что остановка уже сломана без доводчика. Дверь хаотично распахивалась. В какой-то момент выдавила стеклопакет. Кто виноват, человек или ветер, неизвестно. Ну и кроме того, остановка перестала быть теплой. Чтобы не греть улицу, отопление отключили. Павильон пообещали восстановить. Для этого в город приехал представитель компании, которая устанавливала теплый павильон. Окно и дверь должны вернуть на место в течение недели. Внимание мирового сообщества приковано к Камчатке. В соседнем Сахалином регионе произошла экологическая катастрофа. Так недавно выглядел Тихий океан в районе Халактырского пляжа. На прошлой неделе местные серферы обратились к медикам с ожогами глаз. Океан в районе пляжа поменял цвет. Побережье было усыпано погибшими животными. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, в двух точках погибло до 95% морских гидробионтов. Я хочу еще раз пояснить, речь не идет о гибели такого объема морских жителей на территории всей акватории Камчатки. Что же произошло на Камчатке, об этом поговорим с руководителем эковахты Сахалина Дмитрием Лисицыным. Он общается с камчатскими коллегами и в курсе ситуации. Дмитрий, есть ли предварительные результаты проб, которые специалисты взяли на Камчатке? Результаты проб пока самые предварительные. И в основном у всех набившая скомин информация про небольшое превышение по нефтепродуктам и ценовым. Ну а какие основные версии случившегося? В общем, основная версия, которая сейчас рассматривается большинством, скажем так, заинтересованных вещей, заключается в том, что это техногенные загрязнители. То есть какое-то острое, очень токсичное химическое вещество, которое, соответственно, отравило значительную часть экватории. Судя по снимкам и видео, которые доступны в интернете, пострадали в основном донные организмы. Почему не пострадала рыба? Рыба пострадала тоже, и в морских выбросах она тоже присутствует, просто в гораздо меньшем количестве. Это может объясняться тем, что при вот таком остром токсичном отравлении рыбы способны ощущать загрязнение своими органами чувств и покидают загрязненную акваторию. Вторая причина – возможно, загрязнение распространялось по дну. Дмитрий, как Вы считаете, как долго океан будет восстанавливаться после случившегося? Этого никто не знает. Это очень трудно сейчас сказать. Это может занять годы, учитывая вот тот масштаб, о котором сейчас сообщается. А если масштаб еще больше, то, соответственно, это может быть еще больше. Но учитывая, что до сих пор непонятно, продолжается поступление загрязняющего вещества в воду или нет, то есть если это будет, может быть, это пять лет будет продолжаться. Дмитрий, спасибо. Ну а стоит ли волноваться жителям Углегорского района и области в целом? Об этом спросим у Романа Шатрова, эколога и координатора проекта «Общественный природный парк Местихий». Роман, здравствуйте. Вы сейчас в Британской Колумбии, но знаю, что вы тоже следите за событиями. Так стоит ли нам волноваться? Здравствуйте. Я думаю, что события, случившиеся на Камчатке, вряд ли повлияют на Сахалин. Опасность сохраняется только для северных Курильских островов, потому что между нами большие расстояния и морские течения, поэтому это не так опасно для Сахалина. Роман, как вы думаете, что нужно для предотвращения таких катастроф в будущем? Здесь очень важна позиция местных жителей. Если люди будут следить за деятельностью природопользователей и компаний, если они будут приглашать для проверок экологов, если они будут вовремя сообщать природоохранные и контролирующие ведомства о каких-либо нарушениях, тогда у компаний природопользователей будет большая моральная ответственность, они будут стараться делать все по закону, по правилам и беречь окружающую среду. Роман, спасибо. Увидимся на Сахалине и берегите себя. Новые правила на выплату детских пособий вступили в силу. Родителям снова придется оформлять заявление. В последние полгода ежемесячные детские пособия с рождения до трех лет назначались автоматически без подачи документа. Это было связано с особыми условиями работы госорганов в пандемию. Решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат не принято. Необходимо подавать заявление в отделение соцзащиты, а также в МФЦ. В соответствии с федеральным законом категория граждан является граждане Российской Федерации, зарегистрированные также на территории Российской Федерации, имеющие детей, в частности у нас это первенцы, родившиеся с 1 января 2018 года и в течение трех лет с момента рождения ребенка заявители могут обратиться к нам в отделение с данным заявлением. Перечень документов для оформления стандартные – это заявление, паспорт, свидетельство о рождении, регистрация ребенка по месту жительства и банковские реквизиты. Также добавлю, что с 1 октября ежемесячные выплаты и пособия будут зачисляться только на карту платежной системы МИР. Дистанционное обучение, отмена и перенос экзаменов, ранние каникулы, сложный учебный год. Накануне профессионального праздника учителей Углегорского района было за что похвалить и наградить. Подробности далее. Я помню, я вас учила, я помню, где вы сидели. Вы прекрасно знаете историю. Для преподавателей истории 5-й Углегорской школы Валентины Телепень этот день учителя стал 50-м по счету. Поздравления от учеников поступали со всей России. Младшие коллеги зовут ее пионеркой. Педагог живет по принципу «партия сказала надо», Комсомол ответил «Есть». Если потребуется, готовы до позднего вечера заниматься. Все, чтобы потянуть ученика по предмету. А кто хочет? Пять. Выбирай. Второй, третий. Главным словом является какое слово? Главу. Главу. Так шустро ребята отвечают на уроках преподавателя русского языка и литературы Дины Байковой. 44 года педагогического стажа. Много лет работает в школе номер 2 Углегорска. Интересно, что и сама ее выпускница, и 12 лет была директором этого учреждения. Пятого класса я беру детей и прививаю к ним чувство их человеческого достоинства. Радуюсь вместе с ними за каждую, даже маленькую победу. Огорчаюсь, если что-то у них не получается. 5 октября 1994 года. Десять педагогов получили грамоты от администрации, собрания депутатов и управления образования округа. Учебный год был сложным. В условиях пандемии пришлось перестроиться на дистанционный режим занятий. Мы в этом году работали в необычных, особенных условиях, когда у нас школу практически на какое-то время не принимали учеников. Я благодарен, что с этой задачей справились. Я горжусь, что у меня есть такие учителя, что у меня есть такие люди, с которыми я живу на этой территории. Сегодня в Углегорском районе трудится более 300 педагогов. Среди них семеро новых. Это участники программы «Земский учитель». Преподают в Башняково, Поречио, Никольском, Шахтерске. Кто пришел в нашу школу работать совсем недавно, я хочу, чтобы вы продолжили наши традиции, чтобы также прославляли нашу школу. Пусть первая, наша первая, будет первой всегда. В прошлом учебном году педагоги воспитали 6 золотых медалистов. Почти все 11-классники поступили в вузы. И теперь они, как и воспитанники Валентины Телепень, звонят со всех уголков России, благодарят своих учителей. Спасибо за поздравления. Очень приятно, когда ученики помнят. Здоровья и вам. Спасибо. Всего хорошего. Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. В регионе голосуют за участников проекта «Гордость Сахалинской области». Есть представители и Углегорского района. В номинации «Гражданская позиция» председатель Совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра. В категории «Юный гражданин» школьники из Башнякова Данил Шемякин и Вероника Син. В номинации «Активное долголетие» житель Углегорска, ветеран Великой Отечественной войны Александр Самарин, в гостях у фронтовика побывала Снежана Соколова. Внук крепостного крестьянина, сын расстрелянного в 1937-м врага народа, защитник Дальнего Востока. В свои 97 лет почетный ветеран Сахалинской области Александр Самарин держится молодцом. Дни проводит привычно, много гуляет, готовит, принимает гостей. Здравствуйте. Походите. В квартире фронтовика, что не предмет, раритет. Один из них – буфет. Его Александр Самарин смастерил полвека назад. Ну вот, буфет, пожалуйста. Готовки делал, а потом собирал. У меня здесь ни одного газа нет. На самом видном месте портрет вождя мирового пролетариата. 90-й Александр Самарин нашел его среди хлама. Я увидал его и забрал, и рамку подобрал, и портрет поставил у себя. Вот он до сих пор у меня хранится. Я почитаю Владимира Ильича Ленина как политического деятеля. В старинном кожаном чемодане важные документы. Среди них самый дорогой – портбилет. Есть отметки о взносах. Их коммунист Самарин платил более 40 лет до последнего – 1 рубль 94 копейки в месяц. Еще он долго хранил хромовые сапоги, которые сам шил в далеком 1937 году. Тогда работал под мастерьем сапожной артели. Сейчас эти сапоги – экспонат музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске. О том, как воевал в годы Великой Отечественной, Александр Матвеевич помнит до сих пор. Старший сержант Шальга, здоровый парень был, и он попал под снаряд. Ему ноги оторвало. Вот так. А старший лейтенант Ватель, хирург, ему перевязывают это все. Он говорит, застрели меня. Солдаты, которые видели это, седыми становились. В 1945-м фронтовик Самарин потерял близкого друга – Петра и Ватова. Они росли вместе, на фронт ушли тоже вместе. А вот домой, в село Дерябинское, вернулся только Александр. Служили в одной дивизии, в одном батальоне. Только он в автоматной роте служил, а я в стрелковой. И когда наступали, его снайпер подстрелил. Прямо в сердце он погиб. Так я этого снайпера с автомата… И он упал. Дорожит ветеран своими боевыми наградами. Бережно хранит и благодарность за отличие в боях от самого товарища Сталина. Ее молодому сержанту вручили в августе 1945-го. Орден Отечественной войны. Две медали за боевые заслуги. За победу над Германией и над Японией. Фетровая шляпа, костюм, на груди ордена и медали. Таким знают Александра Самарина углегорцы. Встречая на улице, приветствуют. И надеются, что наш земляк в конкурсе гордой Сахалинской области победит. За таких людей нужно обязательно голосовать. Мой сосед Матвеевич, я за него. Будем голосовать за нашего Александра Матвеевича. Дай Бог ему здоровья и еще долгих лет жизни. Александр Матвеевич обязательно должен победить в конкурсе. Это наша гордость и мы уверены в этом, что победа за ним. Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Проголосовать за участников можно до 15 октября на главной странице сайта Ария Сахалин-Курила. Люди ЧИ появились в Углегорском районе. Именно так себя называют участники акции «Человек-идущий». Проект Всероссийский. Углегорский район принимает участие впервые. География масштабная. Почти тысячу населенных пунктов России ходить будут 34 тысячи человек. Для участия формируют команда, а затем через мобильное приложение и единый ресурс отслеживают, сколько прошли участники. У жителей Углегорского района еще есть время присоединиться к нашей команде. В команде сейчас 21 человек. То есть у нас есть еще место, поэтому любой желающий может к нам обратиться в наше дело. Можем его присоединить к своей команде. Он также станет участником данного проекта. В режиме реального времени формируется рейтинг участников и, конечно, новый образ жизни. Главное для создателей проекта – вывести марафонцев из офисов на прогулку. Кроме того, каждый будет получать персональные рекомендации по режиму двигательной активности. Что нужно для ходьбы? Как говорит наш лидер, Леонид Бакерия, это старенькая, удобная, разношенная обувь, которая не натрет ножку, и одежда по погоде. Жарко – футболка, холодно – куртка. Вот и все. И вы для себя выбираете нужный темп ходьбы. Нам очень приятно, что Сахалинская область создала 9 команд, 267 участников, прошла 34 миллиона 700 тысяч шагов. И даже вот Углегорский район, 21 человек – участники команды, но четко заявляют, что мы – будущие инструктора по здоровому образу жизни ГТО. Похвально, приятно, и мы поддерживаем таких активных участников. Итоговым результатом становится среднее арифметическое значение команды. Лучший результат прошлого года – 30 миллионов шагов. В этот раз ходить будут до 15 ноября, так что есть время побить рекорд. В период ограничения по ковиду районный дом культуры «Октябрь» продолжает работу, но учитывая все меры безопасности. Здесь 30 любительских объединений. Набор открыт круглый год. О том, чему можно научиться в Доме культуры, узнала Дарья Кораблева. Алена Панарина месяц пыталась научиться играть на гитаре самостоятельно. Итог – неправильная постановка рук. Сегодня первое занятие с педагогом. Юрий Земляниченко уже два года учит игре на гитаре. Когда-то и сам был самоучкой. Поэтому точно знает – можно подглядеть, можно подслушать. Но если руки поставлены неправильно, сложную мелодию не подобрать. Первой должна быть простая и душевная. С этого произведения я всех и учу учеников играть. Проще не придумываешь. Это солдатская песня «Напиши мне». Но мы ее не поям, мы только разучиваем аккомпанемент. А в этом классе Дома культуры поют. А заодно устраняют дефекты речи, развивают дикцию и произношение. Я стою перед зеркалом и смотрю, как нужно, когда, например, «Ааа» поет, нужно открывать широкуру. Педагог по эстрадному вокалу Виолетта Фесик уверена – всему можно научиться. Главное – терпение. Научить петь можно любого человека, ребенка тем более. Но суть в том, каких высот достигнет ученик или человек. То есть все зависит от своего собственного внутреннего состояния, чего он хочет на самом деле. Но эти маленькие артисты хотели петь даже в изоляции. Поэтому в период первой волны пандемии коллектив районного Дома культуры продолжал свою работу. Правда, онлайн. Концерты, выставки, мастер-классы и конкурсы транслировали на сайте учреждения. Сейчас к прежнему графику вернулись, но с соблюдением всех мер безопасности. Каждые группы занимаются в строго отведенное свое время и дни недели. Конечно, на тех персонал упала сейчас большая ответственность в обработке такого огромного здания, с чем они справляются очень ответственно. И спасибо им огромное за это. То есть мы смело можем сказать, что на сегодняшний день в Доме культуры соблюдаются все меры, необходимые для нынешнего времени. О чем будет номер, мы утаим. Пусть это будет сюрпризом. Мы надеемся, что эта техническая часть скоро закончится. И то, что делают ребята, скоро будет совсем идеально. Еще идеальнее, только если в зал вернутся зрители. Но пока ограничения не сняли. В детской театральной студии «Каприз» ребята изучают основы актерского мастерства, пластику и ритмику. Работают в редком жанре иллюзии. Цвет и музыка – главное в постановках. Пока репетируют в режиме ожидания и надежды, что совсем скоро в зале появятся зрители. А вот запись в объединении РДК «Октябрь» доступна круглый год. Возраст не имеет значения. Творческий наставник найдется каждому. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Свой Пушкин живет в Углегорске, пусть не поэта, а представитель рабочей профессии. Личность не менее яркая и интересная. Сергей Подубный не художник, но создает картины, из чего узнала Снежана Соколова. Вы не поверите, у меня есть телевидение у него дома. Друзья и знакомые с детства зовут Ивы Пушкиным. А он, сварщик по профессии, не обижается. Потому что и сам видит свою схожесть с великим русским поэтом. Густыми кудряшками на голове. Ну, кучерявые все. Они обрастают, я их сосредоточуяю так постоянно. То лысые, то кучерявые. Но внимание к своей персоне Сергей Подубный заслужил тем, что с недавних пор превратил свою однокомнатную квартиру в настоящий музей. Семь лет назад мужчина улегся мозаикой из материала, который выбрасывает на берег щедрое море. За ремонт он не был, осталось. Осколки остались. Ну, думаю, куда бы их. Но потом внимание обратил, что на море много битой посуды. Решил тоже склеивать. С того времени житель микрорайона порта стал ходить на морской берег, как на работу. Ежедневно часа по два, а то и больше, он собирает камешки, ракушки, обкатанные морем осколки бутылок и битой посуды. Часть его квартиры занята многочисленными банками и мешочками, в которых этот поделочный материал в общей сложности килограммов 50, подобран по размеру и цвету. Точно японские знаю, потому что я видал целые такие. Здесь вот ракушки, здесь просто он даже где-то похожий. Крупные. Вот простые камни. Задумка есть, но это еще до этого далеко. Стены квартиры Сергея сплошь увешаны картинами из природного материала. За каждым произведением стоит тонкая, кропотливая работа увлеченного человека. Камешек к камешку, ракушка к ракушке, осколочек к осколочку. Нужно все подобрать так, чтобы в итоге получилась гармоничная, завершенная мозаика. Мы выбрали самые такие, разноцветные. Ну, где-то я посуду уже. Здесь ракушка. Это мне даже кто-то из друзей подсказал. Назве пирог. Среди многочисленных работ есть та самая портрет Александра Сергеевича Пушкина. Свои картины из природного материала добродушный Сергей дарит друзьям. Он как бы не распространялся сильно то, что там делает. Мы вот узнали совершенно недавно из газет, по крайней мере я узнал, что он вот так сильно занимается. И то, что у него там стены вообще все обделаны, об этом я не знал. А вот увидел в газетах, да, молодец, красиво очень. Всегда приятно наблюдать за тем, как люди так называемых нетворческих профессий находят себя в увлечении. Не пролеживают время после работы или на пенсии на диване, а создают нечто прекрасное. Сергей Подубный один из таких людей. Его творчество, безусловно, заслуживает внимания земляков. Снежана Соколова, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. Это были Углегорские новости. Прямо сейчас прогноз погоды и реклама. Если вам есть что рассказать и показать, отправляйте сообщения, видео и фото по номеру, который вы видите на экране. От всей команды желаю вам доброго вечера. До встречи. О погоде на неделю. По информации, есть метео. В Углегорском районе завтра ожидается переменная облачность с порывами ветра до 11 метров в секунду. Температура днем 16 градусов тепла, ночью плюс 7 градусов. В воскресенье переменная облачность плюс 15, ночью плюс 7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В понедельник облачно. Дождь, возможно, с грозой. Количество выпавших осадков ожидается до 14 миллиметров. Порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем 13 градусов тепла, ночью плюс 10. Во вторник небольшой дождь. Дневная температура понизится до плюс 10 градусов. Ночью до плюс 6. Ветер 12 метров в секунду. В среду переменная облачность. Дождь. Днем плюс 9. Ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра до 13 метров в секунду. В четверг малооблачная. Небольшой дождь. Днем плюс 7. Ночью плюс 2 градуса. Ветер до 12 метров в секунду. В пятницу ожидается облачная погода. Ветер до 13 метров в секунду. Температура днем до 8 градусов тепла. Ночью до плюс 5. Ветер до 13 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok